Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. И вот решила с вами поболтать. Сейчас я записывала видео про свои покупки с Алиэкспресс. На этот раз у меня прям вообще так мало товаров дошло. Даже не знаю, что я там буду показывать. Но, по-моему, все, что было у меня, сейчас есть в наличии 4 или 5 посылок, которые ко мне пришли. Но они довольно значимые такие для меня. И, возможно, кому-то для Киберпонедельника будет тоже полезно. Потому что, как вы знаете, будет распродажа техники. И как раз у меня там есть парочка вещей из техники. Если успеет что-то дойти попозже чуть-чуть, ну, до 27-го числа, конечно же, то я тогда тоже включу в это видео. А так я уже его отсняла и думаю, да, заодно с вами поздороваюсь, поболтаю. Я вообще влоги снимаю редко, хотя вот просят меня, снимаю почаще. Но, честно говоря, даже не знаю, о чем каждый день можно снимать или даже через день. Хотя, знаете, вот мне говорили, снимаю все, что угодно и уборку, и готовку. Ну, не знаю вообще, кто смотрит их, конечно. Так как я сама, если честно, смотрю очень маленькое количество блогеров. И как-то больше я, наверное, чаще захожу все-таки в Инстаграм. Потому что там мне проще выложить фотографию, написать какой-то пост. И вот сейчас еще появилась группа в Телеграм, которую я очень люблю заполнять тоже посылками с Алиэкспресса, с разными товарами. Я еще думала делать разные подборки там, конечно, тех вещей, которые мне приглянулись, которые я собираюсь заказать. И, может быть, буду так делать, потому что мне кажется, ну, тоже я сама подборки люблю смотреть. И нет-нет, да что-то себе там закажу. Вот. И еще, кстати, да, хотела у вас спросить. Не знаю, у меня есть такая проблема, что мне все время холодно. Не знаю, почему, дома 24 градуса, то есть это вообще жара, ну, тут ни ветра, ничего, ни сквозняков. Но у меня постоянно морозятся конечности руки и ноги, даже не знаю, с чем это связано. Я вообще думала, что это какая-то проблема с нервами. Ну, сейчас я как бы абсолютно спокойна. Потом я думала, что, возможно, это от проблем с сосудами, но это меня преследует очень давно. Вот мне тут Сонечка пришла. Это меня преследует очень давно уже, поэтому я думаю, может быть, как-то другим образом тоже бы это преследует. Проблема проявилась. И если вдруг вы знаете, с чем это может быть связано и что проверить. Обычно я слышала, что может быть понижен гемоглобин, ферритин. Но, в принципе, у меня все анализы сданы. Потому что первое, если я прихожу к терапевту, первое, на что меня посылают сдавать, это как раз-таки на гемоглобин. Потому что я очень бледная сама по себе. И когда я прихожу с результатом 126, врач очень удивляется. Ну, и говорит потом, что это особенности моей кожи. Но каждый раз, как я прихожу, меня отправляют на этот анализ. Но, тем не менее, такая проблема существует. И, знаете, она меня напрягает. Потому что, если, например, даже ребенок мне хочет взять за руку, мне неприятно ему давать свою ледяную руку. Ну, в общем, короче, это какие-то мои лично загоны. И ему, наверное, все равно. Но мне это как-то очень мешает. Еще раньше у меня было то, что руки очень сильно потели. Но с возрастом это как-то прошло. И теперь в самых таких каких-то стрессовых ситуациях я чувствую, как у меня руки становятся мокрыми. Но все-таки это меня не так беспокоит, как именно вот холод. Что мне вот холодно при довольно теплой обстановке. Так что, если у вас тоже есть такая проблема, то напишите мне. Очень интересно будет. И сегодня во влоге, что я там наснимала, все собираюсь ящик с косметикой разобрать. Два ящика даже. Но как-то мне никак не собраться, чтобы переложить все в коробку. Потому что я думаю, Лев придет, сразу эту коробку откроет, начнет оттуда все вытаскивать. Он особо не лазит по ящикам у меня. Но когда в комнате что-то новенькое появляется, то ему, естественно, все интересно. И он может туда залезть. А отбирать у него это все тоже, знаете, такое себе не хочу. Ну, посмотрим. Если успею в этот влог включить, то обязательно включу. Расскажите вообще, как у вас дела? Как обстановка? Убрали ли вы елку? У меня вот до сих пор стоит все. Никак до нее руки не доходят. Но думаю, что на этих выходных уже разберу и уберу ее. Потому что места она занимает достаточно много. Да и уже как-то, наверное, не актуально. Хотя вижу, что у некоторых еще гирлянды до сих пор дома висят. Но гирлянды мы оставим. А елку, да, наверное, уберем. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И, похоже, из-за того, что мне пришло всего лишь 5 посылок, придется их запихать сюда во влог, чтобы видео было побольше. Вот хотела вам как раз показать наш проектор для детской комнаты. И вот сверху стоит видеоняня, которую мы купили 2, наверное, больше, чем 2 года назад. И до сих пор она отлично работает. Это был, наверное, один из таких самых бюджетных вариантов. Но я очень довольна ее качеством. И что касается проектора, как вы видите, он вот такой вот небольшой. Я ссылку на него обязательно оставлю снизу, как и на камеру, если вдруг вам будет интересно. И он проецируется у нас на вот эту стенку. То есть, когда в комнате достаточно темно, то изображение очень хорошее. Ну, на мой взгляд, для детской комнаты вообще, я бы сказала, идеально. И чем хорош проектор, это тем, что он никак не влияет на зрение, например, как телевизор. А когда в комнате светло, то изображение чуть похуже. Но все равно ребенок, если я что-то включаю, ему там на полчаса он смотрит, садится. Вот здесь у него снизу лежит вот такая мягкая шкура. Он садится и смотрит. И следующее, что я вам хочу показать, тоже сейчас нет у меня в руках. Потому что мы уже это приспособили туда, куда нужно. Речь идет о наклейках на стену, точнее, об одной наклейке. Я сейчас покажу, как вообще это все дело выглядит. Наклейка просто, я даже не знаю, как описать ее качество, но на тысячу баллов на самом деле не ожидала. Многие, кто к нам приходил, думали, что вообще она на стене нарисована. Лев сразу заинтересовался, потому что, во-первых, она сделана не по-взрослому. То есть, это такой более, знаете, мультяшный вариант. Там смешная собачка, как вы сами видите. И, во-вторых, там очень яркие детали, которые приковывают к себе взгляд. Когда только мы ее наклеили, я сидела... Сколько раз я приходила к нему в комнату, я постоянно сидела и ее разглядывала, потому что она действительно очень интересная. И там было очень много разных вариантов. Если честно, я жалею, что я заказала одну. Может быть, закажу на противоположную стенку еще одну. И ссылку на нее я оставлю в описании. Да, я обещала показать фен, который до меня дошел. Я буду снимать видео. Надеюсь, 27 января успею, потому что сейчас посылки, опять же, в моей стране, но, к сожалению, еще не у меня. Много интересного там заказывала. И вот одна из самых таких долгожданных моих покупок и очень нужных, это был фен Ван Гог. Ну, который сделан при содействии, ну, как было написано у продавца, с музеем. На самом деле, что меня больше всего привлекло, так это, во-первых, коробка. Она в таком прикольном цвете сделана. Также в комплекте была вот такая вот крутая сумка. Можно в магазин ходить. Вот. И сейчас, если получится, одной рукой я уже тут ее приоткрыла, чтобы тут не мучиться. Посмотрите, какой красивый фен. Я уже его, конечно же, попробовала. И он работает просто отлично. На самом деле, отзывы на него все были супер положительные. Единственные отрицательные были у тех, кому он не дошел. Такое, к сожалению, тоже бывает. И мне вместо обещанных семи дней, я стараюсь прямо с Китая сейчас, если есть возможность с европейских, откуда-то с европейских стран заказывать, я оттуда беру доставку. Часто она бесплатная. Смотрите, цвет просто. Есть вот такая большая насадка для объема. Также есть вот такая насадка. Что-то тут грязное прилипло. Так. И сам фен выглядит вот так вот. В общем, тут еще в коробке можно посмотреть, что есть. Дальше лежала вот такая какая-то открыточка. Вот. Следующая это инструкция. В пакетике вот такой резиновый коврик, на который, я так понимаю, можно класть фен во время того, как вы им работаете. И вот такой мешочек для хранения фена. Видела, что у некоторых он висит в ванной комнате. А что, очень удобно, там вешалочки у всех есть, можно повесить. И нигде он здесь на глаза попадаться не будет и вам мешать. В общем, могу сказать, что просто супер вещь. Зря я раньше недооценивала. Я все как-то противилась покупать себе фен. Думаю, да зачем он мне нужен? Волосы обычно голову мою на ночь. И поэтому волосы у меня, в принципе, высыхают к утру. Но бывают такие ситуации, когда я льва отвожу в детский сад, и мне нужно помыть голову срочно. И как я потом за ним пойду? Тем более зимой, когда голова еще мокрая. Вот, поэтому я решила заказать. Но я советую вам дождаться, конечно же, распродажи. Потому что во время распродажи он будет, естественно, дешевле стоить. Я не дождалась. Вот в декабре была, когда распродажа. Купила его раньше. И когда я зашла потом посмотреть на сайт, он, по-моему, был на 10 евро дешевле. В общем, мне было жутко обидно. Но я все равно очень радовалась, что все-таки я уже его заказала. Вдруг бы я потом передумала или что-то еще. В этих товарах вы сможете сэкономить на не-кибер-понедельник от Letyshops. Кибер-понедельник – это распродажа техники на один день. Но Letyshops так не считает. Поэтому они запустили свой не-кибер-понедельник, который продлится несколько дней с 25 по 27 января. Тогда вы сможете купить товары со скидками. И также с непростым горящим кэшбэком до 20% в таких магазинах, как Asos, Ozone, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс и iHerb. И во многих других магазинах со скидкой до 70%. И если вы не знаете, как работает горящий кэшбэк, то самый простой пример. Если бы раньше вы вернули заказа 200 рублей, то при двойном кэшбэке 400 рублей и при тройном 600. Словите возможность, активируйте горящий кэшбэк. Предложения будут выделены красной рамкой на главной странице Letyshops. Поэтому не упускайте такую возможность. Обязательно пользуйтесь этим классным предложением, потому что количество активации ограничено. И, конечно же, на всех не хватит. Покажу, какую красоту мне здесь Женя в комнате навел. Сделал мне гирлянду по периметру окна. Она раньше под потолком висела. И она была такая, знаете, короткая, ни туда и ни сюда. Но вот как раз окно получилось с ней очень хорошо. И не знаю, снимать ее или нет, скорее всего, не буду. Пускай круглый год висит. Если просто не захочу, буду ее отключать. Очень мне нравится, как сейчас получилось. И ничего еще не убирала. Ни елку, ни гирлянду вот там, которая у меня на батарее. Потому что, ну, пока есть какое-то ощущение вот праздника. Ну, и вообще мне гирлянды очень нравятся, когда по дому развешаны. Потому что как-то, я не знаю, уюта они добавляют. У Льва тоже в комнате несколько гирлянд висит. И по периметру кровати. Вот это я немножко темнее сделала. Вот, и еще вот хотела показать. Я записала макияж, потому что многие у меня просят все время макияжи. Правда, их мало на ютюбе смотрят. Поэтому я записала урок для инстаграма. Поэтому выставлю его туда. Мне нужно будет смонтировать. Ну, все поэтапно, как я делаю. И потом покажу. Сам макияж я уже выставляла. И девочки попросили урок. Потому что он им понравился. Это такой очень простой, достаточный макияж. Я думаю, любая справится. И цвета теней такие есть практически. И, девчонки, хочу поделиться одной своей очень классной находкой от марки Эвелин. Это гелевый тин для бровей с хной. Эффект перманентного макияжа до трех дней. Когда я только взяла в руки эту упаковку, почитала все, что здесь написано. Я, конечно, подумала, что это все в раке. И никаких трех дней точно не будет. При следующем мытье лица там и удалении макияжа все как бы сойдет на нет. Но, на самом деле, у меня действительно держалось три дня все это дело на бровях. И теперь я это средство использую, когда, ну, допустим, знаю, что мне лень с утра оформлять брови. А так я встаю, и брови уже накрашены. Три дня мне как раз хватает. И на следующий день вечером я делаю ту же самую процедуру. Очень классное средство. Если вдруг вы тоже любите оформлять брови, но не всегда есть время, то рекомендую присмотреться вообще к нему. Здесь все очень просто. Вся инструкция написана сзади. Вы можете почитать. И само средство, знаете, выглядит вот так вот. И внутри здесь такая небольшая кисточка. Вот я уже испачкала палец. На самом деле все очень-очень легко и просто наносится. Блин, ковер. Вот, смотрите. И вот, смотрите, он сразу схватывается. Я стерла то, что я сейчас испачкала, но на пальце у меня до сих пор все осталось. В общем, здесь вот такая вот кисточка. Как же ее показать? Не знаю. Ну вот, как раз сфокусировалась. Очень удобно ей прокрашивать брови. Конечно, если у вас не очень много волосков с кожей, этот вариант сотрется быстрее, но не за один день. Ну, по крайней мере, у меня так. Не знаю, может моя кожа так хорошо схватывает этот пигмент. Но в целом я просто очень-очень довольна осталась с этим средством. Если у вас есть возможность где-то купить, обязательно попробуйте. Я думаю, что не пожалейте. У меня это оттенок коричневый просто здесь написано. То есть никаких номеров, просто коричневый. Но уверена, что для каждой, наверное, для каждого цвета волос и цвета бровей найдется свой вариант. Поэтому очень рекомендую. Присмотритесь к нему. И также, что меня еще просили? Ага, вот, просили меня посоветовать какой-нибудь карандаш стойки для слизистой, чтобы был не очень дорогой. И у себя я нашла карандаш, которым довольно часто пользуюсь. И вот когда макияжи выкладываю, вот я выкладывала сейчас макияж в Инстаграм. И как раз использовала этот карандаш. У меня этот каял держится просто бесконечно долго на слизистой. Вот, но мне кажется, это тоже, знаете, бывает один карандаш у кого-то хорошо держится, у меня совсем не держится. Он вот такой толстый. Вот, и как раз удобно им слизистую прорисовывать, не травмирует глаз. Еще он очень хорошо подходит именно для базы под smokey eyes. Очень стойкий карандаш, поэтому тоже присмотритесь. Я название снизу укажу. Кстати, расход у него, несмотря на то, что он очень мягкий, минимальный. И я этим карандашом пользуюсь очень-очень давно. И вот до сих пор он у меня там достаточно много еще продукта осталось. И также меня просили снять видео про мою коллекцию помад MAC. Ну, коллекция у меня, как вы видите, не особо большая. Было, по-моему, около 18 штук. И вот это сейчас все, что осталось. Что-то я покупала повторно. Какие-то свои любимые цвета. Вот, и сейчас я их открою и вам покажу. Я не знаю, как их там долго, наверное, подписывать буду. Но, если что, вы можете мне потом в комментариях спросить, какая именно вам помада нужна. И я напишу ее название. Вот, я люблю вот эти вот... Вот эту серию самую простую, которая похожа на пульки. Но у меня также есть и из другой серии помады. Вот в таких упаковках. Единственное, что мне не нравится вот в этих упаковках, это то, что они очень сильно пачкаются. Но, в целом, эти помады вот как раз моя любимая серия. Так, ну, в общем, открыла я все свои помады, которые у меня есть. И, как вы видите, цвета у некоторых довольно похожи, только разные текстуры. Например, вот эти два цвета. Это полностью матовая. Это сатиновая помада. Обе мне очень нравятся. Это Хью, по-моему. Ну, есть здесь некоторые оттенки, которые я просто наизусть знаю, так как я не первый раз покупаю цвета. Вот это, например, Сноп. Эту помаду я вообще, я не знаю, 6 раз, наверное, покупала вот за все время, как только стала покупать косметику MAC. И вот здесь много таких повторяющихся помад, которые я уже использовала. На самом деле, с одной стороны, жалею, что накупила такое огромное количество в свое время и не знала, что потом в приоритете у меня будут карандаши, и мне будет удобнее ими пользоваться. Но, тем не менее, все равно периодически вот использую. Так, наверное, я сделаю свочи, и тогда как-то их подпишу. В общем, не знаю, как сделать, потому что помад, ну, как бы, не так много, но работы здесь очень много. Представляете, у меня до сих пор с пальца не стерся этот тинт для бровей. Я уже всем попробовала, вот такой он стойкий, значит, может быть, из кожи бровей. Ну, правда, здесь не жирная кожа на пальце, поэтому, не знаю, будет ли на бровях столько держаться. В общем, да, сделаю свочи, наверное, либо вы спрашиваете, какой цвет вас интересует. Хотя, наверное, так тоже сложно, но, в общем, что-нибудь придумаю. Вот, так что вот вся моя коллекция. Яркие вот эти вот я использую летом в основном, а все остальные можно и на каждый день. Так, и, наконец-то, сегодня я хочу заняться расхламлением, потому что у меня вот в этом ящике просто сборная солянка. Это не основной ящик, где лежит моя косметика, которой я пользуюсь. Это то, обычно, чем я пользуюсь не так часто. Либо, когда смотрю кино, делаю макияж для Инстаграм. Ну, еще туда попадает, конечно же, косметика, которой я пользуюсь ежедневно. Поэтому вот принесла себе коробку, сейчас туда все сложу и потом оттуда уже выберу, что мне надо, что не надо. И еще принесла вот такие вот маты. Я заказывала их на Алиэкспресс. Они были три штуки. То есть, каждая по отдельности, по-моему, один в районе 4 долларов, что ли, стоил. Кстати, очень классные. Они противоскользящие. Можно использовать их для каких-то ящиков на кухне, если у вас, например, есть какие-то ящики, в которых лежат вещи, которые пачкают. Вот, естественно, нижнюю часть вот эту. Поэтому можно их постелить. И вот я выбрала себе такие. Они тоже были с разными узорами. Он идет метр двадцать на сорок пять сантиметров. Не знаю, сказала я или нет. У меня таких три штуки. Вот, поэтому одна точно пойдет вот этот верхний ящик. И одну я разрежу, наверное, пополам. Она пойдет сюда, потому что вот этот ящик у меня, по-моему, только восемьдесят сантиметров. Как раз вот сюда хватит. Вот, так что буду, наконец-то, заниматься расслаблением, пока никого нет дома. В тишине, в спокойствии, может быть, какую-нибудь передачу включу. И потом уже покажу, что получилось.